На республиканском семинаре-совещании с участием президента обсуждается повышение эффективности строительного комплекса Беларуси. Александр Лукашенко поставил задачу за два года ликвидировать образовавшуюся очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий среди многодетных семей. Глава государства акцентировал внимание на необходимости лучшего планирования территории, чтобы малые населённые пункты были привлекательны для жизни людей. Президент также поручил до середины следующего года решить вопрос с завершением строительства сверхнормативных жилых домов в числе ключевых тем разговора – возможности снижения затрат в строительной отрасли. В Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» начали строительство первого жилого дома, который планируют сдать уже в следующем году. По генеральному плану, на прилегающей к парку территории будут проживать свыше 120 тысяч человек. Таким образом, «Великий камень» станет городом-спутником столицы. Парк развивается и расширяется. Его резидентами сейчас являются 39 компаний. Открыто третье производство. По планам, через пять лет здесь появится жилой квартал на 10 тысяч человек. До финала Детского Евровидения 2018 осталось два дня. На официальном сайте конкурса сегодня открывается зрительское онлайн-голосование. По правилам, выбрать можно от трёх до пяти понравившихся артистов, в том числе представителя своей страны, просмотрев видеоролики с выступлениями конкурсантов. Сегодня же в Минске проходят финальные прогоны конкурсных номеров.